С начала 2018 года в подразделениях многофункциональных центров Омской области зарегистрировано более 1 миллиона обращений. Перечень их услуг постоянно расширяется. Сегодня их более 250. В МФЦ омичи идут как для оформления социальных мер поддержки, например, детского пособия, так и для того, чтобы получить загранпаспорт или справку из архива. В этом году количество еще обращений возросло в связи с тем, что Росреестр полностью передал нам полномочия по приему документов по их функции, то, конечно же, мы понимаем, что здесь необходимо принимать организационные решения для того, чтобы обеспечить качественное оказание услуг. Понимаем прекрасно, что сегодня обеспечить, в первую очередь, не только бесперебойную работу, но, самое главное, сократив период ожидания, необходимо вводить определенную систему, которая бы позволила как можно меньше получить жалоб со стороны получателя услуг. И, естественно, чтобы период ожидания был минимальный и не превышал 15 минут. Попасть на прием к специалистам можно в порядке живой очереди, либо по предварительной записи, однако не ранее, чем за две недели. По отзывам о МИЧИ, время ожидания в очереди составляет около 30 минут. Однако, по мнению специалистов, такая проблема возникает из-за путаницы при оформлении талона. Поэтому порядок получения изменен. Теперь для оформления необходимо указать фамилию, имя и отчество заявителя, также наименование услуги. В случае, если эти данные не совпадут, в приеме документов будет отказано. По итогам 2017 года и за первый квартал 2018 года деятельность многофункциональных центров Минэкономразвития Российской Федерации оценена как стабильной, и наш регион по деятельности многофункциональных центров входит в группу с высокими показателями деятельности. На оснащение офисов многофункциональных центров с начала года потрачено порядка 40 миллионов рублей. Большая часть этих средств пошла на приобретение и установку аппаратов электронной очереди. Любовь Федорова, Максим Баринов, Антенна-7.